с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 31 июля всемирный день странника охотника лесника егеря ну или просто паркового рейнджера профессиональный праздник тех кто охраняет парки и другие лесные угодья у родившихся в этот день в 1906 году появилась на свет вера петровна морецкая актриса однажды во время гастролей на юге коллеги по театру использовали буквально каждую свободную минуту чтобы позагорать на солнышке морецкая также выходила на пляж и прямо в платье размещалась на лежаке когда же у нее спросили а почему она загорает таким странным образом актриса якобы ответила моя красота и тело принадлежат зрителям какой же смысл наводить красоту там где они этого не увидят в 1914 году родился луи де фюнес французский киноактер потомок испанского аристократа со стороны отца и дальний родственник гиде мопассана со стороны матери до начала актерской карьеры луи успел поработать посыльным скорняком бухгалтером и молочником одним из увлечений луи де фюнеса было садоводство он мог долгие часы проводить своем саду подрезая розы кстати в его честь позднее был назван один из сортов этих цветов всю жизнь он страдал манией преследования а потому постоянно носил с собой заряженный пистолет в 1930 году рождается олег попов солнечный клоун неизвестно как бы сложилась его творческая судьба если бы однажды в саратове где он гастролировал не заболел комик боровиков эквилибрист попов 20 дней заменял этого клоуна так что в ригу приехал уже не эквилибрист а клоун олег попов в 1930 году родился известный актер юрий белов а в 1937 эдита пьеха народная артистка ссср и кстати исполнительница первых советских твистов и шейков певица появилась на свет во франции 200 километрах от парижа шахтерском городке родители поляки иммигранты первое публичное выступление маленькой пьехи проходит когда есть семь лет в день победы над фашистской германией на площади перед огромным скоплением народа она исполняет марсельезу французский гимн люди аплодируют ей пьеха 1 уже в советском союзе снимает микрофон со стойки и разговаривают с публикой на концертах за рекордные тиражи грамзаписи едита пьеха была удостоена нефритового диска в каннах в 1945 году родился леонид аркадьевич якубович теперь уже бессменный телеведущий одной из популярных российских телепрограмм в 1964 появилась на свет сиси кэтч каролина мюллер немецкая поп-певица королева дискотек 80-х годов год 1965 в этот мир приходит джоанн кэтлин роулинг английская писательница и автор книг о гарри поттере а в 1971 году сергей крестовский российский рок-музыкант бас-гитарист группы ума турман в 1986 году родился евгений малкин российский хоккеист чемпион мира ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1605 год по некоторым данным именно в этот день в успенском архангельском соборах московского кремля под именем дмитрия первого был коронован юрий отрепьев вошедший в историю как уже дмитрий первый обряд проводит архиепископ рязанский грек игнатий по данным некоторых историков отрепьев был мелкопоместным галецким дворянином в 1600 году он принимает постриг под именем григория а еще через два года бежит в литву где выдает себя за чудом спасшегося сына царя ивана грозного дмитрия царствование дмитрия первого продолжается лишь 11 месяцев 17 мая 1606 самозваный сын грозного будет убит 1815 год первая железнодорожная катастрофа в результате которой погибает то ли 13 то ли 16 человек она происходит близ деревни филадельфия катастрофа произошла во время демонстрации паровоза механический путешественник он создан под руководством инженера уильяма брунтона в этот день при скоплении народа в ходе испытательной поездки на паровозе взрывается котел который полностью уничтожает паровоз и убивает на месте наблюдателей 1928 год впервые на заставке киностудии метро голден мэйр появляется рычащий лев это первый звуковой фильм студии белые тени южных морей забавно что львиный рык самый длинный звук фильме так как в нем произносят лишь одно слово какое привет 31 июля 1944 год уходит из жизни создатель маленького принца антуан де сент-экзюпери его служба в качестве пилота самолета разведчика была постоянным вызовом здравому смыслу дело в том что сент-экзюпери с трудом втискивал в тесную кабину свое грузное изломанное в многочисленных катастрофах тело на земле он страдал от 40 градусной алжирской жары в небе на высоте 10 тысяч метров от боли в плохо сросшихся костях обломков сбитого самолета так и не нашли поэтому красивая легенда о сгинувшем в небе франции писатели летчики человеке которого арабы прозвали капитаном птиц продолжает жить до сих пор 1956 год в москве открывается центральный стадион имени владимир ильича ленина в лужниках он становится первым 100 тысячным стадионом на пространстве ссср и одним из крупнейших спортивных комплексов в мире его построят в рекордно короткие сроки всего за 450 дней он имел 101 1339 нумерованных мест 9 тренировочных полей и футбольное поле на детском стадионе с трибунами на 14 тысяч зрителей с тех пор стадион естественно многократно перестраивался в 2018 году реконструированные лужники принимают финал чемпионата мира по футболу 1991 год президенты буш и горбачёв подписывают договор между ссср и сша о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений снв-1 а в москве в этот день впервые о себе заявляет акционерное общество ммм дело в том что этот день объявлен этим самым обществом днем бесплатного проезда в московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы бывало и такое 2006 год в россии введена в обращение банкнота номиналом 5000 рублей образца 1997 года с видами хабаровска ну и самое последнее 1956 год центральный комитет коммунистической партии советского союза принимает решение о развитии жилищного строительства в стране это начало строительства хрущевок идея решить жилищную проблему в кратчайшие сроки не принадлежала лично никите хрущеву впервые оказывается выдвинул георгий маленков в августе 53 через два года хрущев распорядился покончить с помпезной сталинской архитектуры и присущими ей архитектурными излишествами а еще через два года объявил большой скачок строительстве жилья задачу поставили очень привлекательную для народа в ближайшие 10-12 лет покончить с недостатком жилья в стране экономичные хрущевки с низким потолком совмещенным санузлом и маленькими кухоньками решали пресловутый квартирный вопрос население которое привыкло к баракам коммуналкам и чужим углам с радостью встречает перемены к началу 80-х годов по планам хрущева на человека должно было приходиться аж по 15 квадратных метров жилой площади но планы партии так и не стали планами народа да и партия куда-то исчезла вместе с этими планами с вами был николай пивненко в проекте дата а